Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости». В студии Анастасия Сидорова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служебное жилье в Снежногорске получат те, кто переезжает работать в поселок и у кого есть своя квартира в Норильске. Изменения в соответствующие нормативно-правовые акты обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству. Снежногорск входит в состав муниципального образования город Норильск, поэтому согласно действующим нормативам, норильчанам, которые отправляются работать в поселок, служебное жилье не полагается. Вызвано это тем, что в случае необходимости предоставления гражданин служебного жилого помещения на территории поселка Снежногорск, в случае, например, участковый и полномоченный проходит там службу, и при наличии у него либо у членов его семьи жилья на территории Норильска, он права на служебное жилье в Снежногорске не имеет. Просим принять эти изменения. А работать там надо? Работать там надо. Депутаты единогласно поддержали предложение внести корректировки в действующее положение о служебных жилых помещениях. Кроме того, на заседании обсудили планы по капитальному ремонту жилых домов на следующий год. На эти цели планируется выделить почти 750 миллионов рублей. Львиная доля около 500 миллионов пойдет на ремонт и окраску фасадов 26 многоквартирных домов. На 200 миллионов планируют отремонтировать 11 кровель, еще 29 потратят на проектные работы. Кроме того, дополнительно планируется выделить более 230 миллионов рублей на асфальтировку придомовых территорий. Так что общий объем субсидий составит почти миллиард. Стоит отметить, это только муниципальные деньги. Помимо этого, ежегодно в Норильске ремонтируется общедомовое имущество по программе регионального фонда капитальных ремонтов за счет средств собственников жилых помещений. В районах Норильска подходит к концу установка системы оповещения. Они нужны для того, чтобы оперативно предупреждать население обо всех чрезвычайных ситуациях. Работы проводятся в Каиркане, Талнахе и Аганере, следующий на очереди центральный район. Там приступят к работам в 2022 году. Подробности в следующем сюжете. В рамках исполнения федерального законодательства по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций муниципальная служба спасения заключила двухлетний муниципальный контракт на создание системы оповещения населения. Срок исполнения контракта – это декабрь месяц 2021 года и декабрь месяц 2022 года. Финансирование также разбито на два этапа. В этом году потрачено 49 миллионов рублей. В 2022 году порядка 73 миллионов рублей будет потрачено на систему оповещения населения. На сегодня в Талнахе установлено 182 громкоговорителя, 31 в Каиркане и 41 в Аганере. Оборудованием оснащают и остановочные пункты. По 10 в каждом районе. Благодаря ему люди смогут получать информацию о движении колонн, о задержке автобусов или о штормовом предупреждении. В рамках существующего контракта также будет модернизировано оборудование в единой дежурной диспетчерской службе, с которой непосредственно будет осуществляться запуск всей системы оповещения населения. Срок службы оборудования – минимум 10 лет. В этот период заключат еще один контракт на обслуживание систем оповещения, чтобы в критический момент все работало исправно. Стоит отметить, работы идут в соответствии с графиком. К испытаниям приступят в ноябре. Работы должны принять к 20 декабря. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев, Норильские новости. Работы по прокладке прямой и обратной линии тепловодоснабжения в Аганере завершены. Ремонт велся в рамках производственной программы «Энтека» в течение октября. Следующий шаг – демонтаж недействующих элементов. Тему продолжит Николай Ухин. Ремонт трубопровода в Аганере – дело необходимое. От него зависит подача воды и тепла в целом жилом образовании. Сейчас работы завершены. Ремонт провели по оптимальной технологии. Если раньше трубопровод проходил над автодорогой, то теперь его переложили в грунт, предварительно поместив в теплоизолирующую гильзу. Такой футляр предотвращает повреждения теплопровода. К тому же, благодаря ему никакого негативного влияния на автотрассу не будет. Ранее также было анонсировано, что эффект теплового воздействия на полотно автомобильное не будет проецироваться. В данный момент можно заснять и посмотреть, что никакого растепления, а следовательно, никакого эффекта от теплопередачи относительно на автомобильное полотно не передается. В работе было задействовано 25 сотрудников и 6 единиц техники. Она велась круглосуточно, поэтому ремонт закончили в срок. К слову, он никак не повлиял на обеспечение АГНРских квартир энергоресурсами. Теперь на очереди демонтаж недействующих элементов трубопровода. Следующие работы по демонтажу эстекадного перехода будут производиться в ноябре и будут закончены также в ноябре. В течение ноября все работы по демонтажу данной эстекады будут завершены. Работы по демонтажу будут вестись вне зависимости от погоды. В НТЭКе уверяют, ограничение автомобильного движения будет минимальным. Значит, основным техническим решением является организация реверсированного движения, но есть также дополнительное техническое решение, где вообще без ограничений. Работы предусмотрены выполнять в ночное время суток с минимальной остановкой движения. Николай Ухин, Никита Левенец, Норильские новости. Горожане бьют тревогу. На озере Долгом плавает лебедь. Птица не улетает уже неделю, и неравнодушные норильчане встревожены. Говорят, у него перебито крыло, срочно нужна помощь. Иначе он попросту замерзнет и погибнет. Судьбой одинокого лебедя обеспокоена и редакция Норильских новостей. Вот что удалось узнать. Картина печальная. По пустынному озеру плавает гордая птица. А на улице минус 12. Конечно, у любого сердце дрогнет. А вдруг погибнет. Тем более в соцсетях прошла информация о том, что у лебедя перебито крыло. Сотрудники охотнодзора уверяют, это не так. По видимым признакам каких-то ранений, либо заболеваний у него нет. Был произведен осмотр вместе с сотрудниками ветеринарной службы. Ежедневно производится монитор. То есть мы за ним смотрим, наблюдаем его состояние. Сейчас, как видели буквально пять минут назад, он спокойно взлетел, переместился по озеру. То есть каких-то повреждений крыльев или еще чего-то нет. Чувствуется, он себя комфортно, кормится, отдыхает. Людей не боится. Причины, по которым лебедь-шипун остался на озере, пока выясняются. Скорее всего, отстал от стаи. Сейчас лебедю ничего не угрожает, но морозы могут оказаться губительными. До минус 15 градусов еще возможен, что лебедь еще может выжить. И то, что тут озеро не заверзает, продержаться. Но в данном случае, при дальнейшем усилении мороза, лебедю будет сложнее здесь выжить. Хотя он и питается, конечно, забирает растительную пищу со дна озера. Но все-таки в дальнейшем возможна гибель при очень низком температурах. Нанести вред лебедю могут не только холод, но и люди от незнания. Например, подкормив его вредной пищей. Шипунам нельзя давать черный хлеб, это вредно для их пищеварения. Белый в ограниченных количествах. Идеальный вариант смесь зерновых и комбикорм без соли. Впрочем, наш лебедь пока может найти пропитание и самостоятельно. Стоит отметить, за птицей ежедневно наблюдают специалисты. По итогам мониторинга в Минэкологии края примут решение, будут ли его отлавливать и перевозить в Красноярск. Ольга Ерохина, Маргарита Юрова, Евгений Журнов, Никита Левенец. Норильские новости. Завтра в России день памяти жертв политических репрессий. В этот день по всей стране пройдут раурные акции и памятные мероприятия. Дата была установлена в 1991 году в честь миллионов людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку. Пик репрессии пришелся на 1937-1938 годы, когда в повседневную жизнь советских людей прочно вошло понятие «враг народа». Тогда лишь по официальным данным было арестовано более полутора миллиона человек. Столько же осуждены внесудебными органами, еще около 700 тысяч были расстреляны. Страшные времена страна помнит до сих пор. Для нашего города эта дата имеет особое значение. Многих политрепрессированных ссылали в Нориль-Лаг. В знак памяти узников в Норильском музее стартовал выставочный проект «Норильская Голгофа». Экспозиция представит историю памятного места. О выставке мы расскажем подробнее в понедельник. В Норильске в девятый раз проходит лаборатория современной драматургии «Полярка». Режиссеры из разных городов представляют свои эскизы на сцене Заполярного театра драмы. А зрители обсуждают увиденное с критиками и путем голосования решают, войдет ли спектакль в репертуар Норильской Маяковки. В этом году театр распахнул свои двери для гостей из-за рубежа. Особое внимание в этом году Заполярный театр уделил скандинавской современной драматургии. Для участия в лаборатории были приглашены посол Королевства Дании Карстен Синдергард и три иностранных режиссера. Эмиль Роструб, Фруда Йорлев и Роман Габриа, которые реализуют свои идеи на норильской сцене. Люди, живущие на севере, люди другого ритма, другого ощущения природы, другого понимания своего места на земле. И, конечно, в этом отношении нам интересно было, чтобы с артистами России подработали режиссеры из Чвеции, Дании и Норвегии. И это случилось, несмотря на пандемию, несмотря на огромные проблемы с въездом в Россию, с приглашением, с переводами. Въезды переводились для нас специально. Но все произошло, работа идет. В ходе проведения «Полярки» покажут три эскиза, каждый со своей актуальной проблемой. Например, «Человек без цели» расскажет историю о богатом человеке, который может реализовать свои самые смелые идеи. Вот только делает ли это его счастливым? Спектакль идет по всему миру, однако в России он будет представлен впервые. Но я чувствую, что это много, это самое толкнение с ромами и все возможности для депутатства по представлению здесь, как в других странах. Но, судя по моей работе и сотрудничеству с актерами, мне кажется, что нам удастся наполнить нашу постановку такой же глубиной, смыслом и содержанием, как и в других уголках мира. Будут и эскизы, что называется «На злобу дня», о том, как сложно в эпоху пандемии оградить себя от негативных мыслей, от страха за свою жизнь и за жизнь родных и близких. Это очень важно, особенно после COVID-19. Я думаю, что это очень важно, что многих отсталов очень много, которые испытывают, особенно после COVID-19. Но это же и все, что происходит в целом, что это очень важно, как вы приходите, так как вы приходите, чтобы люди были. Да, на самом деле это связано с моими ощущениями. Особенно, что это ощущение усилился в период пандемии. Потому что когда он сталкивался в эпоху коронии, эпоху ковид, я сам наблюдал, какое отчаяние было много людей. Это отчаяние, не просто отчаяние от ситуации, в которой они оказались, но это страх перед неизвестным. И это то, что характерно сейчас для общего состояния в мире глобально. Увидеть эскизы спектаклей можно будет уже на этих выходных. В субботу в 15.00, в 18.00 и в воскресенье в 15.00. Николай Ухин, Никита Левенец, Владислав Моисеев. Норильские новости. В Дудинке в эти дни проходит региональный фестиваль «Фольклорная классика таймыра». Событие, посвященное наследию коренных народов полуострова. В рамках фестиваля состоялись круглые столы, дегустация национальных блюд, мастер-классы по танцевальной пластике и презентации. В столице таймыра побывала и наша съемочная группа. Как сохранить уникальные традиции каждого северного народа и передать их будущему поколению? Этот вопрос стал главной темой круглого стола, на котором собрались представители коренных народов таймыра, специалисты в области сохранения культуры малочисленных народов и просто неравнодушные люди. Уходит старшее поколение, уносит с собой наши традиции, обычаи. А то, что было когда-то заложено нашими предками, ведь оно жило в поколениях. Наши родители, они, живя в тундре, они как-то непроизвольно вот это все проводили, обряды поклонения духом природы, духом воды, матери земли. А мы это сейчас узнаем, как что-то такое вот другое извне. В круглом столе приняли участие и почетные гости. Один из них – действующий шаман из Якутии. Он, видимо, когда вот родился, у него, не знаю, дедушка камлал, папа перенял, и это ему передали. Вот это интересно для нас, вот ныне живущих, вот рядом с нами нету шаманов, да. Мы сейчас говорим, что вот эта традиция, религия утрачивается. А вот этот человек доказывает, показывает, что есть в современном мире, в мире технологий, можно обращаться и к духам. Основная программа развернулась на улице. Гости праздника увидели выступления местных танцевальных коллективов и вокальных исполнителей, а также познакомились с различными обрядами нганасан, ненцев и долган. Узнали о традициях встречи гостей эвенков и об особенностях их национальной одежды. Если вот возьмем, вот видите, это зубообразный или саннеобразный, орнамент называется. Если у нее на парке одни вот такие орнаменты, вот она у меня, значит, эта женщина не очень мастерится. Потому что очень сложно, вот видите, какие мелкие, очень сложно вот эти вот орнаменты. Вот мастера, вот женщины-мастера, они делали на заказ. Вот, например, вот эти орнаменты оленя стоили, тогда же все на оленя обменивались. У каждого коренного народа таймыра и своя кухня, секреты которой передаются из поколения в поколение. Блюдо готовят преимущественно из оленины и северных пород рыб. Вы посмотрите, юкола, это вы знаете, это тоже рыба, разделанная как пиле, потом ее высушивают. Ну, некоторые в тюме держат, но эта тюме держат, она потом идет на изготовление, есть такое национальное блюдо, порса. Это рыбное варенье, если так, это потом эту юколу разделывают, добавляют туда жир, стараются побольше жира и все. И вот эту юколу, когда эту порсу приготовили, это еда рыбаков. Чтобы каждый мог оценить северную кухню, в трех чумах были накрыты столы. Гостям также предлагали согреться горячим чаем и отведать домашнюю выпечку. А вот эти вот, момбухол, алдодук, это называется, бляши рыбные. Из чего делают, расскажите? Это тоже тесто, это дрожжевое тесто, рыба. А это корсима, национальное блюдо вот это. А сделано из оленевого жира, мяса, мясо это варишь, рыбу, ой, рыбу, сало, оленина, оттаиваешь и вот так вот получается. Такие фестивали в столице Таймыра проходят регулярно и каждый раз становятся большим событием для коренных народов Севера и для гостей Дудинки. Ольга Ерохина, Анастасия Сидорова, Евгений Жирнов. Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Следите за нашими новостями на сайте norisk.tv. В студии была Анастасия Сидорова. Всего вам доброго.